Победитель это чемпион. Кажется все просто в этой схеме, но на самом деле здесь есть с чем поспорить. Турнирная таблица и удача устроены чуть сложнее, ну или чуть проще, тут не важно с какой стороны посмотреть. В борьбе за чемпионский титул важны все заработанные и также все упущенные очки. Вот так и получается, что за историю Формулы 1 набрался целый эшелон пилотов, которые за свою карьеру далеко не один раз становились победителями гран-при, но чемпионский титул так и не был ими покорен. А перед началом... В связи с ситуацией с замедлением ютуба, прошу всех подписаться на телеграм-канал и в страницу вконтакте, где будут дублироваться все видео с ютуба. А также на твич и вк плейлайф, где будут параллельно с ютубом проходить стримы. Теперь, когда вы подписались на все соцсети, можно начинать... Герхард Бергер Австрийцу посчастливилось стать частью истории таких великих команд, как Макларен и Феррари. Именно в этих коллективах Бергером и была одержана большая часть побед. В карьере австрийца не было каких-то резких взлетов или падений. Выступления Бергера в Формуле 1 стали воплощением стабильности. Свои 10 побед он добывал на протяжении 11 лет. Ни в одном из сезонов Бергеру не удалось выиграть более двух раз. Такие результаты, конечно же, не позволяли по-настоящему бороться за чемпионство. Однако, несмотря на отсутствие титула, ярких моментов в карьере австрийца более чем хватало. Сразу на ум приходит памятная победа в Монсе за рулем Феррари в 88-м, которая стала единственной в сезоне, одержанной непилотом Макларен. Или же победа Герхарда на Хоккенхайме в 97-м, которую он завоевал, находясь в не в лучшем эмоциональном состоянии после смерти отца. Кстати, эта победа стала последней в истории Бенетона. Что интересно, первую победу команде принес также Бергер. Ронни Петерсон Петерсон часто попадает во все возможные рейтинги лучших пилотов, которые так и не стали чемпионы. И дело тут отнюдь не в сухой статистике. Швед выжимал максимум из каждого болида, который оказывался в его распоряжении. Так, например, в 71-м Петерсон стал вице-чемпионом за рулем Марч. При статусе одного из самых талантливых пилотов поколения, Ронни попросту не везло с выбором команд. Он застал постчемпионский Лотус в начале 70-х и утративший былую скорость Тирел в 77-м. В следующем году Петерсон вернулся в Лотус и наконец-таки получил по-настоящему достойную машину. Однако в команде Колина Чепмана шведский гонщик пребывал на вторых ролях. В сезоне 78-го ставка в Лотусе была сделана на Марио Андретти, который в итоге и стал чемпионом. Гран-при Италии 78-го года был омрачен трагической аварией на старте гонки. Серьезнее всех в том завале пострадал Ронни. С переломами обеих ног он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро. Так трагично оборвалась судьба одного из самых выдающихся пилотов 70-х. Петерсон, пожалуй, является лучшим примером того, что величие измеряется отнюдь не в титулах. Рубенс Баррикелла В историю Формулы-1 Баррикелла вошел прежде всего как верный напарник великого Михаэля Шумахера. Понятное дело, что в одной команде с Красным Бароном бороться за титул Рубенсу было практически нереально. Немалое количество болельщиков критиковало Рубенса за его период карьеры в стане Феррари, как за слабые выступления на фоне Шумахера, так и за лояльное отношение к командной тактике. Хотя стоит отметить, что пилотом Баррикелла был очень даже способным. Рубенс был достаточно быстрым пилотом, но без претензий на величие. К тому же в карьере бразильца были и красивые победы, прекрасно демонстрирующие его сильные стороны. Например, Гран-при Германии 2000 года, в котором он смог, стартовав с 18-го места, прорваться на первое. Об этом и не только прорыве есть отдельное видео на канале. За 6 лет, проведенных в Феррари, Рубенс принес огромную пользу, прекрасно справляясь с обязанностями второго пилота. К тому же Баррикелла посчастливилось стать частью истории великой команды, и неудачной его карьеру уж точно нельзя назвать. В 2005-м Рубенс покинул Феррари, а спустя 4 года он вновь оказался в чемпионской команде. На сей раз она называлась Браун. В британском коллективе бразилец завоевал свои последние победы в формульной карьере. И уже по традиции в конце сезона поздравил своего напарника с победой в чемпионате. Филиппе Масса Также бразилец, также в Феррари и также 11 побед. Только вот между Массой и Баррикеллой есть одно важное различие. В отличие от Рубенса, у Филиппе был реальный шанс стать чемпионом. Из всех пилотов данного рейтинга, именно Масса находился ближе всех к титулу. Выиграв домашнюю гонку, бразильец даже считался чемпионом сезона 2008 года ровно 39 секунд. Празднование в боксах Феррари прервал Льюис Хэмилтон, который опередил Тима Глока за два поворота до конца последнего круга и вышел на спасительное пятое место. Добравшись до Питвейна, Масса уже знал о преждевременности своей радости. В итоге весь мир увидел душераздирающие кадры рыдающего в кокпите Филиппа. Церемония награждения после гонки также источала грусть и разочарование. Особенно обидно за Массу, учитывая, что в 2008 была его единственная возможность побороться за титул. К тому же в том сезоне хватало эпизодов, которые стоили Филиппе титула. Тут можно вспомнить и вылет бразильца в Малайзии, и сгоревший мотор в Венгрии, и провальный пидстоп в Сингапуре. Триумф финальной гонки сезона 2008 года в итоге стал для Массы последним в Формуле 1. Однако уже в 2010 году он одержал самую важную победу в жизни, вернувшись в гонки после тяжелой травмы. Карлос Ройтеман Случаи Ройтемана весьма интересны, хотя бы потому, что он лично лишил себя потенциального титула. Но обо всем по порядку. Свой первый полноценный сезон за Феррари Карлос провел в 1977 году. Болиды Скудерии в том сезоне были просто бесподобны. Однако у аргентинца было не так много шансов побороться за титул. Ведь его напарником был великий и ужасный Никки Лауда. Перед грядущим сезоном Лауда покинул Феррари, и первым пилотом команды становился уже Ройтеман. Казалось бы, для Карлоса это была отличная возможность замахнуться на победу в чемпионате. Однако что-либо противопоставлять Лотусу в 1987 году было очень трудно. И несмотря на 4 победы, аргентинец завершил сезон только лишь на третьем месте в личном зачете. Эту неудачу Карлос воспринял очень болезненно, настолько, что по окончании сезона принял решение покинуть Феррари. Мечтая о чемпионском болиде, Ройтеман договорился о своем переходе в Лотус. Как показало время, это решение стало главной ошибкой в карьере Карлоса. Ведь пока Ройтеман сражался за редкие подиумы, пилоты Феррари Шектор и Вильнев вели между собой борьбу за титул. Так, поспешное решение лишило Карлоса потенциального чемпионства. После неудачного сезона аргентинец покинул Лотус и перешел Уильямс. На сей раз чутье не подвело Ройтемана, и выбор в пользу Уильямса можно назвать удачным. В 81-м Карлос по-настоящему сражался за титул. Перед последним этапом сезона он и вовсе лидировал в личном зачете. Однако в финальной гонке досадным образом упустил титул, отстав от Нельсона Пике всего на 1 очко. В начале сезона 82-го Ройтеман покинул Уильямс под предлогом начавшейся Фолклиндской войны между Аргентиной и Великобританией. На этом закончилась и формульная карьера Ройтемана. Свою следующую победу Карлос одержит в 91-м году на губернаторских выборах провинции Санта-Фе. Дэвид Кулхарт Несмотря на то, что весомую часть карьеры Кулхарт провел в бесподобных командах, побороться за титул ему было так и не суждено. В период выступления за Уильямс Дэвид был слишком молод, чтобы соперничать с более опытным хилом. Дебютная победа в Эштариле – максимум, которого смог достичь Кулхарт в команде Сэра Фрэнка. Перейдя в Макларен, Дэвид получил в напарнике будущую легенду серебряных стрел Мику Хаккинена. До поры до времени пилоты сражались друг с другом наравне, ровно до тех пор, пока Макларен не стал сражаться за титул. На первые роли вышел Хаккинен. Кулхарду оставалось удовольствоваться статусом второго пилота. Несмотря на это, с 1997 по 2003 год Кулхарт неизменно выигрывал хотя бы одну гонку за сезон. Так, достаточно равномерно британцу и удалось одержать свои 13 побед. Лучшим результатом в карьере Кулхарда стало вице-чемпионство в 2001 году. Однако, все же любовь болельщиков – самое ценное, что Дэвид смог унести с собой из Формулы 1. Стирлинг Мосс Вот мы и подобрались к самому невезучему из выдающихся гонщиков. Несмотря на 16 побед и статус одного из величайших пилотов своей эпохи, Стирлингу Моссу так и не удалось завоевать чемпионский титул. Легендарный британец четыре раза подряд по итогам сезона брал серебро. Ближе всего к заветному титулу Мосс подобрался в сезон своего последнего вице-чемпионства. История Формулы 1 видела множество случаев, когда пилоты лишались чемпионского титула по самым разным причинам. Однако, история Мосса здесь стоит особняком. Ни до, ни после пилот Формулы 1 не упускал титул по столь благородной причине. Сезон 1958 года был ознаменован противостоянием двух британцев – Майка Хоторна и Стирлинга Мосса. Самым памятным эпизодом того сезона стала гонка на трассе Буавишта, которая как нельзя лучше продемонстрировала благородный характер Мосса. Дело в том, что после гран-при Португалии, победителем которого стал Стирлинг, судьи решили дисквалифицировать финишировавшего на втором месте Хоторна. За то, что Майкл в попытках завести заглохшую машину, двигался против направления движения. Казалось бы, ситуация для Стирлинга вырисовывалась как нельзя лучше – победа плюс дисквалификация главного соперника. Однако далее Мосс взял свое слово в этой истории, сказав судьям, что видел, как Хоторн толкал свой болид за пределами трассы. Так, благодаря Стирлингу, судьи сняли обвинения с Хоторна и вернули ему все снятые очки. Как выяснилось в конце сезона, этим джентльменским поступком Мосс по сути лишил себя чемпионства. Тем самым Стирлинг на собственном примере продемонстрировал всему миру, что честь важнее побед. На этом выпуск о победителях без чемпионства подходит к концу. Спасибо за просмотр. Предлагайте в комментариях интересные темы для новых выпусков. И подписывайтесь на все резервные соцсети, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok